Приветствую вас, дамы и господа! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Вадим. Давайте сейчас быстро посмотрим, что вас ждет в финской серии, а после чего я проведу небольшую интродукцию, как классный руководитель. Это помнится мне 10 минут до начала первого урока. 10 минут, конечно, растекаться мыслью я не буду. Я надеюсь, что это займет гораздо меньше, а после чего мы уже полноценно погрузимся в просмотр финской серии. Начинаем. Поплывем на пароме Таллинн-Хельсинки, насладимся всеми благами паромного путешествия или попросту пройдем путь корабельного самурая. Прочувствуем отельную финскую экзотику, погуляем по улицам Хельсинки, займемся бутлегерством. Попытаемся ее продать здесь трехкратно. Может быть, у нас это получится. Катюша! Запустим дрон над волчьими шхерами, заглянем в финские караоке и многое другое. Не переключайтесь. В своих сериях я не ставлю для себя целью классического раскрытия городов. Ну, допустим, какой ты город Хельсинки? Или Хельсинки? Город для людей. И вот список достопримечательностей, по которым я двигаюсь. То есть, безусловно, у меня есть свой списочек, который я выписываю, что-то там планирую, но и как относительно в любом деле, так как и относительно в любом деле, всегда вмешивается энтропия. Что-то идет не по плану, где-то тебя вообще сносит, какие-то объекты ты смотришь просто в избытке, а куда-то просто не дотянулись руки. Свои серии, как и серии других симпатизирующих мне тревел-блогеров, я бы назвал крафтовыми сериями. Понятно, что это слово уже настолько заезженное, что, наверное, вызывает только ухмылку. Ну а с другой стороны, что такое крафт в целом? Ну как-никак, это некая философия, некий дух и стиль в производстве, желание поделиться и дать прочувствовать некую теплую атмосферу общности. Ну и как-никак, это концентрация производственника или производителя на определенных деталях. А эти детали могут нравиться, а могут и нет. Поэтому мы не ходим по протоптанным тропинкам, а протаптываем свои тропы. Конечно, я сейчас очень высокую ноту взял. Все менее пафосно, но в целом примерно так и есть. Я чувствую, что я вас просто сейчас заболтал, либо вы сейчас переключите, поэтому все, давайте валим, мы опаздываем на паром. Нам еще ехать до Таллина. Все, погнали. Поехал я со своими старыми добрыми друзьями. Мы еще со школьной скамьи знакомы. В кадре они будут не так часто, зато они очень мне много помогли закадрово. Так что огромнейшее спасибо им. Я чувствую себя Юрием Гагарином от этих перегрузок. Просто когда мы приедем в Таллин, в Порт, мне кажется, и откроют дверь, и мне стошнит. Да, еще один момент. Сразу извиняюсь за очки. Поскольку я чур-чур сильно размялся на старте моей поездки, поэтому, чтобы не терять лицо, был вынужден надеть очки. Поэтому первый день у меня будет довольно такой очковый день. Все, а теперь мы едем в Хельсинки. Погнали. Добрались мы в последний момент, так как поздно выехали. Ну и плюс ко всему еще и с терминалами напутали. Но, как вы видите, мы на месте. Ну а теперь для справки. Из Сталина в Хельсинки паром идет 2 часа. Стоимость билета на одного человека примерно составляет 50 евро. Это туда-обратно. Но если вы путешествуете с машиной, то это еще плюс 60 евро в 2 конца. Ну и как вы видите, погода просто шептала. Минимальный ветер, гладь. В общем, синее небо, белый пароход. Оставим эту чайку безбилетницу, а сами обратим взор на эту проплывающую ласточку. Возможно, на борту даже есть беспреданница. И какой-нибудь Сергей Сергеевич катает очередную Ларису Дмитриевну. Догонят, догонят. И не только святую Ольгу. А вот мы сейчас с вами будем догонять успех. Ввиду того, что день был пятничный, мне нужно было немного поработать. Ну и не выгонять же меня у вас. Благо, офисов по миру у меня много. Ну что, дамы и господа, сегодня пятница-аппаратница. И перед нами стоит прекраснейшая машина компании IGT. Люблю ее. Люблю ее за прекраснейшую графику, ну и за кэш, который я оттуда извлекаю. Регулярно. Как вы говорили в комментариях, мы выбираем аппараты Powerlines, либо только 40 плюс линий. Аппараты я люблю за две вещи. Первое, это за тот статус, который я достиг, играя в этого малыша. А второе, какой аппаратчик играет без звука. Это просто, извините, это не наш уровень. Поэтому мы ставим максималки. 100%. И звук у нас на максималках, потому что что не придает дополнительного азарта, как звук и звон куша. И сейчас я покажу, как множить из 20 сделать, как минимум 200. Ну что, зарядим. Корабельные 20 засуну. Играем. Так, у нас сейчас игра койот. Ну что, ставочку мы сейчас делаем в ушечку. Погнали. Видите, на второй ход уже показал два бонуса. Будем надеяться, что сейчас будет третий. Еще раз. И есть бонус. Бум. 10 тиксов отставочки. Ну что, пораскручиваем его. Поставляй карман шире. Четыре. Он сейчас даст точно. Блин, там такое пролетело. Сейчас идем на джекпот. Опа. Опа. Но, как говорится, кто не рискует, тот не чувствует вкус победы. Ничего страшного, отыграемся. Блин. Пятничная аппаратная сессия закрылась в красной зоне. Блиц шейкелинга не вышло. Короче, я готов здесь поменять... Нет. Расстроившись и обмельчав на двадцатку, захотелось запить эту горечь поражения. Поэтому срочно в бар. Пока мы стояли в очереди у барной стойки, нас заприметила барменша или барвуменша. Возможно, сейчас будет очень милое интервью, подумала она. но все оказалось куда циничнее. Окей. Ага. Немножко сушитый, поэтому хотелось бы немножко смочить горло. Такой расстро... Сиди, сука. Сиди, сука. Сиди, сука. И нет, я не охуел так общаться. Дело в том, что в Эстонии есть пиво под названием Сииди, сука. Пишется слитно, что в переводе обозначает шелковые чулки. Ну вот, собственно, мне захотелось попить пиво с одноименным названием. По-эстонски я не говорю, с произношением у меня вообще беда, поэтому звучало немножко грубовато. Ну и девушки, видать, тоже по-русски говорили, поскольку это было слышно по их смеху. Но общались мы по-английски, а разошлись мы, как иностранцы. Ну и, собственно, все, дамы и господа. Путь корабельного самурая пройден. Поиграл в аппараты, попил пивка, факультативно нахамил. Ну а дальше нас встречает земля Соми. Ну, как вы видите, день прекрасный, солнечный, яркий, трафика практически нет. В общем, первый наш чекпоинт это отель. Обратите внимание, вон там вдалеке церковь из красного кирпича это православный Успенский собор в Хельсинке. Одна из точек, где чаще обычного слышна русская речь. Вот мы и на месте. Ну что ж, заходим, чекинемся. Приехали в Хельсинки, заселились в отель по паспорту. Сейчас будем размещаться и дальше гулять по городу. Захотелось не просто снять номер, а получить что-то особое с финским колоритом. Ну и, собственно, я его получил. Заходишь в ванную комнату, Дальше. Почистив зубы, можно отправиться в сауну. Вот такая сауна. Открываешь. Остаться одному в таком номере как-то скучновато. Ну, сами понимаете. Поэтому я позвонил литовскому боссу. Вы, наверное, догадываетесь, о каком боссе сейчас идет речь. И он привел мне двух недорогих эстонских подруг. Ну и вот эти две маленькие близняшки с одинаковыми именами, лишенные какой-либо индивидуальности, находящиеся под патронажем своего босса. Но я чуть позже объясню, зачем он привез пакет и водку с литовской серии. Прилег с Катюшей. Начав прогуливаться по городу, мы увидели довольно странную картину. Молодые люди выполняют непонятные действия, при этом все измазаны в кетчупе, в горчице и в майонезе. Вонь стоит ужасная. А это, дамы и господа, посвящение в первокурснике. После обрядов посвящения студенты где-то моются и чистенькие идут гулять в парк. Самое уродское здание от Рэдисон. Не сказать, что уродское, просто не совсем типовое для этого бренда. А это Сенатская площадь, визитная карточка города. Впереди виден кафедральный собор, но об истории мы поговорим чуть-чуть позже. Как вы видите, здесь люди на простых движениях, все пьянствуют, но все довольно рамочно. без каких-либо амплитуд. Кстати, очень классно изучать новый город на самокате. Рекомендую. Сейчас на самокатах изучаем Хельсинки и остановились в таком месте, где хочется напить. Вот это Печкин, я вам скажу. Сейчас зашли в местный ресторан, заказали традиционную кухню, принесли блюда из оленины и очень интересное блюдо из огурцов. Вот это оленина, вот это пюре, вот это ягоды. Ну, в принципе, принесли примерно так, как выглядит и сейчас. А вот традиционное финское блюдо. Соленый огурец, мед. И сметана. И для лучшего усваивания пищи мы запили это пивком и пошли в караоке. Как вы видите, два пива стоят 14 евро. Вообще, где это видано? Наверное, только в Норвегии. Что удивило, Финн вышел спеть песню не один, а с группой поддержки. Две подруги поддерживали его как могли. Я сперва думал, что это какие-то аниматорши, но нет, это оказалось просто дружная компания. Вот этой девушке во время пробежки не хватало в руках какого-нибудь знамени. Вот тогда было бы все полностью гармонично. Вот такие финские караоке петь было некому, да и мы были усталы. Принимай нас, Соми, красавица! Но, увы, данная песня была написана для красноармейцев, которые должны были тщеславно идти по улицам Хельсинки, чеканья шаг. Но всему этому воспрепятствовал один человек. Кто бы это мог быть? Принимай нас, Соми, красавица! По деревне прожать не хочу! Принимай нас, Соми, красавица! Маршал Маннергейм воспрепятствовал этому в Зимней войне, и Финляндия отстояла право на свою независимость. Так что в 1940 году исполнение этой песни в широкие массы было приостановлено. Вот такой облом, дамы и господа. Как говорили мне в детстве, любой город начинается с вокзала. Ну, понятно, что это уже понятие немножко размыто, но все же. В Хельсинки есть красивейший вокзал в стиле модерн. Я, к сожалению, здание вокзала отснял не с лучшего ракурса, поскольку шел дождь, и я немножко поленился. Поэтому я прикреплю фотографии с моей предыдущей поездки. Внутри помещения услышал ругань и выяснение отношений между местными жителями. Вот это и вправду, горячие финские парни. Ну и как тут без любимой классики жанра? Иду по зданию вокзала, снимая все подряд, и слышу, что кто-то меня окрикивает. И вот этот голубь помятый шлепает своих шлепанцев. Так можно, только, только. Красный шлепанцев. Проноси. А ты фильм? Да, не. Да. Конечно. Сколько нужно? 20. 20 чего? Евро. 20 евро? Ну, у вас так нормально, да? Это принято? Да. Ну, какой 20 евро? Как вы думаете, он как давно, последний раз, он держал купюру достоинством в 20 евро? Варианты ответа. Редко. Или, ну уж почаще, чем ты. Кстати, чтоб вы не думали, я его не обидел, я ему оставил где-то 3,5 евро. Но с суммой он был не впечатлен. Стоит отметить, что в Хельсинки очень хорошо сохранился русский северный модерн. В тот период мы еще одной страной были. Еще тот Гельсингфорс, нынешний Хельсинки. Тогда брал градостроительные примеры со столицы, ну, с Санкт-Петербурга. Считайте, это чуть ли не тот же Санкт-Петербург, только где все в целости сохраненное. Где все до дверной ручки родное. Александр Второй. Кто он? Захватчик или освободитель? Диктатор или национальный лидер? Меценат или, может, просто вор? Кто он? Сзади меня находится памятник Александру Второму. Он был воздвигнут в 1894 году в честь восстановления финского парламентаризма. И здесь очень чтят и берегут память Александру Второму, человеку, отменившему крепостное право. Чтобы было, типа, как будто, знаешь, типа, особенно это удобно. Финское шерстяное мыло. Очень хорошо для тех парней, которые находятся в местах не столь отдаленных зоны лагеря, тюрьмы. Когда идешь в коллективную душевую, никогда не выпадет из твоих ладошек. Возьму несколько образцов и один из них, возможно, разыграю. Всего лишь вода. Много воды. Босс, куда плывем? А ты, стало быть, мой новый попутчик? Уже как года четыре. Ну что, ты читал дело Хельсинского форта? Что там ребята наделали? Ну да, нас ознакомили. Там была заварушка. Ну все нормально. Черт, а где мои сигареты? Они же были. У меня есть. Пойду спущусь на палубу ниже, то мне совсем плохо. Так, парни, мы отчалим, как только высадим вас на берег. И постарайтесь не мешкать. Шторм приближается. Ну что, напарник, дело Лунина, говоришь? Михаил Лунин. Михаил Лунин, декабрист. Говорят, что он проживал здесь, в Волчьих Шхерах. Ты читал этот отчет? Извините, ты знаешь Михаил Лунин? Михаил Лунин, мы looking for Михаил Лунин. Он был в фортресе. Михаил Лунин. Я не знаю. Спасибо. Спасибо. Ты правила Волчьих Шхер читал. Там говорят, надо сдать оружие и полностью следовать их протоколу. Сейчас говорят, что шторм будет. Последний паром уже уплыл, поэтому придется нам здесь переночевать. Ну и жуткое это место. Ваши документы. Ну что, дамы и господа, узнали, что за фильм? Теперь небольшие уточнения по моему голливудскому фильму. Декабрист Михаил Лунин находился в Свеборской крепости. Крепость стоит на семи островах, названных Волчьими Шхерами. Михаил Лунин пробыл там ровно год. С 1826 года по 1827. Из декабристов Лунин был арестован последним. Михаила Лунина приговорили к пожизненной каторге, в основном за план цареубийства, который он высказывал в 1816 году. Но сам лично в восстании декабристов он не участвовал, так как в это время служил в Польше. Но в итоге приговор смягчили и срок каторги был сокращен до 10 лет. Еще чуть-чуть займу ваше время касательно Михаила Лунина. Это не классический декабрист в нашем с вами понимании, знаете, как знамена ввысь, сабли на голову или на голову. В период декабрьского восстания он еще в Польше служил. Мы посадили его за высказывание 9-летней давности. Но в итоге отсидел, обосновался где-то под Иркутском. Ну и что же, делать было нечего, характер буйный. И поэтому начал писать политические письма, очерки и мемуары. Сформировал вокруг себя сеть распространителей его писем. И один из распространителей был казачий офицер Черепанов. Вот уж интересно, кстати, вдруг мой родственник. Но мне о нем ничего не говорили. Ряд его писем публиковался в британских или в английских газетах того времени. В итоге в очередной раз был пойман, арестован и по непонятным обстоятельствам помер в тюрьме. Как говорят, возможно ему помогли. Ну и сейчас такое часто бывает. А до заключения он жил в Санкт-Петербурге, на Рижском проспекте. Вот фотография его дома. Дом до сих пор сохранился. Да, кстати, и вдруг у вас масса свободного времени, и вам интересна эта личность. Снят советский кинофильм про Михаила Лунина. Но это как, это больше такая театральная постановка. Довольно скучная. Кто же он, Михаил Лунин? Революционер? Мыслитель? Но, если вы хотите немножко как-то еще больше окунуться в его биографию, советую. Но сразу предупреждаю нудно. Воспитывался у родителей. Учителя мои были англичанин Форстер, французы, Вавилье и Кортьеш. Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы. Летние маневры уж давно начались. Гей-пись моя, любимая, цок-цок-цок-цок-цок, каэ, идет Драгутский полк. Чем мне нравится в Финляндии, это сохранившаяся дачная культура конца 19 века. До родной доски все сохранилось и поддерживается в том родном стиле, как это было когда-то, больше ста лет назад. У нас проще снести, а здесь сохраняют до родной доски, до родной рамы, до родного шпингалета. С 1809 по 1917 год данная территория входила в состав Российской империи. Россия же, в свою очередь, получила эти земли после русско-шведской войны, которая была в начале 19 века. А сейчас я намерен запустить дрон и показать вам окрестности. Черт, он что-то не так высоко летит. Это его максимальная высота. С дроном что-то совсем не свезло, но я надеюсь, что я его починю и полетит он выше. Бег от плытия на континент. Конечно, финский язык уникальный. Например, как называется это место? Кука-каупа. Ну, чтобы это произнести, мне кажется, необходимо себе небо выломать. Здесь, возможно, все вы помните первую серию про Литву, про те синие снаряды. Так вот, один из них я привез сюда. Я слышал, что здесь очень дорогие цены на спиртные напитки, в особенности на 40-градусные. Поэтому, коммерция. Приезжаем сюда с водкой, купленной за 4 евро, за 5, и попытаемся ее продать здесь трехкратно. Может быть, у нас это получится. Найдем клиента, но, в принципе, по большому счету, на ловца и зверь бежит. Катюша у нас в фирменном стильном пакете. Сейчас мы накрыли вдохновение, немножко перекусим и дальше займемся коммерцией. А вот и клиентура. Прекрасная дружная компания. Ну, то, что нужно. Идеальный компромисс. По огромной глупости мы завернули за угол, чтобы выработать план и обсудить, так сказать, прайс-перформанс. А тут удары ниже пояса. Нагрянули легавые. А делов-то было на минуту. Ну, ведь успели бы. Дальше потыкались, поспрашивали, было много отказов. В общем, как-то не заладилось у нас в Хельсинки с бутлегерством. Но утро с заключительного дня нашего пребывания в Хельсинки нам благоволило. Вот дичь. Охотнику лишь осталось ее подстрелить. Эй, мэн, ты знаешь, где я могу проделать эту водку? Да. Эту водку. Катюша. Эту водку? Да. И тут осечка. В общем, покупатель оказался неплатежеспособным. Ну, в любом случае, я ему отдал эту бутылку водки. Пусть она его немножко соберет, поставит на ноги, чтобы он еще заряженный ходил весь день. Но взамен я попросил у него о небольшом одолжении, которое он мне, в принципе, оказал. Водка шла в придачу с фирменным пакетом. Кстати, вот из личных наблюдений. Мне бы хотелось с вами поделиться одной незавершенной мыслью, но чтобы мы вместе с вами пришли к какому-то общему знаменателю. Вы знаете прекрасно, что все комментарии я читаю, на все отвечаю и все лайкаю. Так вот, автору самого интересного и развернутого комментария я готов подарить вот это волосатое финское мыло. Как-никак за него заплатил 6 евро. И оно может быть вашим. Пенится превосходно. А теперь, внимание, вопрос. Мне бы хотелось сравнить Финляндию и Эстонию с двумя другими странами, у которых девиз такой «одна нация, два государства». Возможно, вы уже понимаете, о ком идет речь, но если нет, то я поясню. Я бы хотел сравнить Финляндию и Эстонию с Турцией и Азербайджаном. Почему? Ну, опять же, есть... Ну, начнем про Финляндию и Эстонию. Фино-угорская группа языков. Есть культурные тяги друг к другу. Одинаково примерно похожие гимны. Есть легкое небольшое доминирование со стороны Финляндии по отношению к Эстонии. Живут дружно, мирно. Языки примерно схожи, если чуть-чуть подучить. Это раз. А что касательно Турции и Азербайджана, то же самое. Языки схожи. Также живут. Политическую мы сейчас составляющую вообще не трогаем и отметаем. И что интересно, что Финляндия и Турция, а также Эстония и Азербайджан пошли абсолютно разными путями развития с начале 20 века. Финляндия с Турцией по капиталистическому, Азербайджан с Эстонией по социалистическому. По социалистическому. В итоге все это вернулось в единое капиталистическое русло. Но что вы считаете, есть ли схожесть среди этих двух групп? Можно ли так сравнивать такие страны вообще или нет? И насколько вообще жизнеспособна эта идея? Что вы думаете, пишите в комментариях. Мне очень интересно будет прочитать что-то новое. Не про себя, а касательно этой идеи. Сейчас стою на фоне финского парламента и хотелось бы вспомнить истории советско-финской войны. Началась она 30 ноября 1939 года и закончилась она 13 марта 1940 года. До юра Советский Союз одержал победу, но де-факто победили финны. В первую очередь нужно сопоставить потери. Вот потери Советского Союза, вот потери Финляндии. У Советского Союза были катастрофические потери. Но что очень важно, что Финляндия одержала психологическую победу, поскольку она смогла разбить одну из крупнейших армии мира на тот период. Но при этом утратила небольшую часть своих территорий. Во время Советско-финской войны, которая шла всю зиму и захватила немножечко весны, была образована Финская Демократическая Республика. Это было марионеточное государство, полностью подконтрольное Советским Союзом. Оно также было упразднено, когда был подписан акт о прекращении войны. Кстати, коктейль Молотова был придуман финнами во время Зимней войны. И назван он был в честь министра иностранных дел Вячеслава Молотова. Еще финны его называют «коктейль для Молотова». Что такое коктейль Молотова? Это стеклянная бутылка с фитильком и с зажигательной смесью. Ну что ж, вот и конец финской серии. Надеюсь, она вам понравилась. Вы что-то подчеркнули для себя новое или, возможно, вспомнили хорошо забытое старое. Попрошу вас как минимум две вещи. Поставить лайк, убедиться, что включен колокольчик. Для вас это что, просто манипуляция, щелчок мыши или стук пальца? А для канала это очень полезно и хорошо в его развитии. Так же, как все блогеры, я подключил ссылку на донаты. Ну и, возможно, вам вдруг захочется подбросить мне какой-нибудь мелочи. И это компенсирует мои аппаратные потери. Но это так, факультативно. А следующая серия будет про вену. Примерно через две недели. Ну что ж, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok